МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Страшные последствия невнимательности. Как уберечь своего ребенка от падения с высоты? Прощай, школа! Городской праздник выпускников прошел в театральном сквере. Обменять прочитанную на новую. В библиотеке Маяковского проходит акция «Книга – лучший подарок». Далее расскажем обо всем подробно. 2 июля Нижний Новгород. В Сормовском районе двухлетний мальчик умер после падения с пятого этажа. Семья благополучная, многодетная. Родители были вынуждены уйти по делам, а присматривать за полуторагодовалым сыном оставили 15-летнего. Малыш залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и разбился. На следующий день снова в Нижнем Новгороде по той же причине двухлетний мальчик выпал с четвертого этажа. Ребенок выжил, но находится в тяжелом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи Нижегородской детской областной больницы. Статистика падений несовершеннолетних из окон ужасает. МЧС России сообщает, что жертвами таких несчастных случаев ежегодно становится около тысячи детей. Безобидное на первый взгляд окно зона повышенной опасности для детей дошкольного возраста. Малышам движет любопытство о границе страха, размыты. В летний период буквально каждый день в сводках мелькают сообщения о выпавших из окна детях. Москитная сетка – главный враг. У ребенка создается иллюзия барьера. Достаточно немного на нее надавить, и она выпадает. Спасатели напоминают, что оставлять детей одних в помещении с открытым окном опасно. Ребенок не должен находиться без присмотра в помещении, где открыто настешь окно. Или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок его может самостоятельно открыть. Поставьте раму в режиме фронтального проветривания, так как из этого положения маленький ребенок вряд ли сможет открыть окно. Не оставляйте мебель поблизости окон, чтобы ребенок не залезал на подоконник. Лучшая защита – запирающие устройства для окон. На рынке сейчас много разновидностей замков и блокираторов, которые не позволят ребенку упасть. Ценовой диапазон широкий и устанавливается в течение пяти минут. Воспитывайте ребенка правильно. Не ставьте его на подоконник. Не поощряйте самостоятельного лазания туда. Пресекайте даже попытки таких игр. Помните, только бдительное отношение к своим собственным детям со стороны вас, взрослых, поможет избежать трагедии. Спасатели призывают каждого родителя прямо сейчас проверить безопасность окон местонахождения детей, их жизнь и здоровье – наша ответственность. Длинные платья, элегантные костюмы, улыбки одноклассников и слезы на глазах родителей. Вчерашние школьники – уже выпускники. Более 400 ребят собрались на торжественном выпускном вечере на новые локации в театральном сквере. Уже сегодня они вступают на порог новой взрослой жизни. Победители – призеры областных и всероссийских соревнований, конкурсов, конференций и олимпиад. Саровские школьники успешно представляли город на высоком уровне. За свои знания и высокие достижения ребята выразили благодарность педагогам, руководству школ и родителям. Позади – волнительный и для многих стрессовый период сдачи экзаменов. И хоть самое трудное позади, выпускникам еще предстоит выбрать дальнейшую жизненную дорогу. Кем стать, где учиться, каких целей достигать. До сих пор не верится, что все – это вот такой конец небольшой, что это дорога в новую жизнь, в новый город. Но, конечно, и радость есть, потому что справились. Столько труда, столько сил было. И грусть, потому что расстаешься со своими учителями любимыми, со своими одноклассниками, друзьями. Поэтому разные чувства испытываем сегодня. А куда решили поступать? Ну, буду подавать в несколько городов. Москва, Казань, Питер. Было очень тяжело. И мы это выпускное очень долго ждали. Каждый год ходил на выпускное. Думаю, поскорее бы, конечно. Конечно, скучать, наверное, не скоро начну, но думаю, буду точно. То есть, рады, да? Да, 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 да. Что у вас? Я очень рада, что я наконец-то ждала выпускной. Но на самом деле я не забуду школьные годы. Особенно то, что время, которое я проводила с ребятами, с одноклассниками. Интересные моменты на уроках, на переменах. И вообще, это незабываемые эмоции. Я считаю, что я это запомню надолго. В этом году среди выпускников 95 медалистов. Это больше 20%. Максимальный результат в истории города. Также ребята показали лучший в истории Сарова результат по количеству призовых мест в областных олимпиадах. 10 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. А выпускница лицея номер 15 Татьяна Власова вошла в число 300 балльников страны, получив максимальные показатели по физике, русскому языку и профильной математике. Всех отычившихся ребят отметили на выпускном вечере. Вы уникальный выпуск. Вы самые целеустремленные и самые перспективные. Это подтверждается тем, что каждый пятый из вас медалист. Такого в истории Сарова еще не было. Мы очень-очень гордимся вами. Я уверен, что в будущем перед каждым из вас будет прекрасная, наполненная яркими событиями жизнь. Если вы еще не нашли свое призвание, я вам искренне желаю его найти. Учитесь и возвращайтесь в родной город. Нашему городу, нашему ядерному центру очень нужны молодые, активные, талантливые люди. А ядерный центр и город сделают все, чтобы помочь вам реализоваться в любом направлении. Одной из кульминационных частей мероприятия стал трогательный вальс выпускников. В торжественный день на сцене выступили и сами выпускники, и приглашенные артисты. В завершении вечера для ребят спела Диана Анкудинова. Еще одним подарком и для выпускников, и для всех саровчан стало выступление Детского симфонического оркестра атомных городов Юрия Башмета. Юные оркестранты под руководством дирижера Фредди Кадена подарили всем ценителям прекрасного программу из русской и зарубежной классики. Произведения Сверидова, Чайковского, Брамса, Бриттона, Сибелиуса, Шостаковича и Пиццолы. На стадионе Икар пришли торжественные мероприятия, посвященные Дню молодежи. Для жителей и гостей города в этот день была подготовлена масштабная развлекательная программа. Открыл праздник парад колясок – творческое соревнование между семьями Сарова. Участники придумали и воплотили необычные стилизации колясок и детских самокатов, а потом представили созданные образы зрителям и жюри. Победу в состязании одержала семья Шакуровых-Виноградовых, которая представила на параде идею пиратского корабля. Честно говоря, впечатления очень интересные от самого происходящего, потому что мы принимаем участие первый раз. Ну, слышали, что такое происходило в других городах, в нашем городе, а в нашем городе первый раз, поэтому впечатления такие необычные. И, надеюсь, нам удалось ту идею, которую мы хотели передать, отразить на всех, чтобы всем было так же весело, как и нам. Следующим этапом празднования стали творческие номера от жителей города. Гимнастки спортивной школы ИКАР представили зрителям яркий номер под песню «Я русский». А после гости праздника увидели на главном поле дефиле невест – творческий номер активных саровчанок. Девушки в свадебных платьях исполнили трогательный танец, который посвятили любви и семье. А после перед зрителями выступили участницы хореографического коллектива Анны Козловской под живой вокал Виктора Новикова. Мир придуман так, что ничего нельзя в нем выизменить, чтобы над нами каждый день вставало солнце и садилось. Творческие номера дали старт благотворительному матчу между командой органов местного самоуправления Сарова и семейной сборной. Игра проходила по измененным правилам. На поле было всего 16 участников, таймы занимали 15 минут, а в перерывах между ними волонтеры проводили среди зрителей аукцион на памятные лоты. Состязание проходило с переменным успехом и завершилось отлично для обеих команд со счетом 5-5. Одновременно с мероприятиями на главном поле стадиона Икар для гостей праздника работали интерактивные и творческие площадки. Саровчане могли спеть песню в караоке, посмотреть представления с опытами от Музея занимательных наук Кварки, познакомиться с культурой кей-поп и госплея и принять участие в турнире по шашкам, а также посетить площадку приюта для животных Мурдом. Активная и насыщенная программа понравилась всем гостям праздника. Так сегодня солнечно, празднично, праздник такой хороший, так здорово. Там футбол, тут столько конкурсов разных. Давно не было на таких всяких весельях, так сразу здорово, весело. Очень классно, то есть, ну, я когда пришла, я сначала подсещалась, я такая, что, куда, а потом, это неописуемо, это очень классно, круто. За этот месяц самый лучший день у меня. С мамой, с папой ходила вон туда. Там пускали пузыри и смотрели матч. Водушевляюще. Водушевляюще заряжает энергией на следующую рабочую неделю, плюс общение с очень многими людьми, встретил многих знакомых, пообщался, зарядился. После праздничных мероприятий на стадионе Икар День молодежи продолжился на других площадках города. В парке имени Зернова пришли театральные и музыкальные представления от различных коллективов из Сарова и других городов. На проспекте Музруково состоялась выставка военной техники, а в театральном сквере горожане смогли насладиться выступлениями группы Сурганова и Оркестр и Виктора Салтыкова. Многие горожане, которые прогуливались днем по проспекту Музруково, были удивлены. Ведь их глазам предстал не кто-то, а сам Александр Сергеевич Пушкин. Великий поэт посетил фото-выставку, посвященную 225-летию со дня его собственного рождения. Точнее говоря, классик сам и открыл выставку. Выставка открыта! Прошу! Фото-выставку «Пушкин в городе» организовала детская городская библиотека имени поэта. Все, кто будет прогуливаться мимо парка имени Зернова в нашем любимом городе, увидят Александра Сергеевича Пушкина в совершенно неожиданных, казалось бы, для него, но похожих, знакомых, любимых локациях для наших горожан. Посетители фото-выставки могут увидеть Пушкина в магазинах, в парикмахерской или в детском парке. Поэт изображен на самокате или снимающем деньги в банкомате. Каждой фотографией подобрана цитата Александра Сергеевича. Ведь Пушкин актуален всегда. Он современен и всегда рядом с нами. Сильный след оставил вообще в становлении культуры. И то, как он писал, то, что ты когда читал, ты чувствовал вот это вот... Он был такой родной человек все равно. То есть ты его мог и понимать, ты его мог не принимать какие-то, допустим, там стихотворения, все такое прочее. То есть это родной достаточно человек, понятный, простой, задорный, веселый. Идея соединить великого поэта с городскими пейзажами пришла к креативным работникам детской библиотеки. Воплотил идею в жизнь фотохудожник Владимир Черкасов. У меня есть любимая серия фотографий, если не ошибаюсь, их тут три, где Александр Сергеевич на пустынке у иконы Серафима Саровского ставит свечку, молится ему. Вот эта вот серия у меня самая любимая. Я когда впервые увидела эти фотографии, признаюсь честно, у меня мурашки по всему телу побежали. Это такие эмоции, которые ты испытываешь очень редко. Празднование продолжилось в театральном сквере. В этом году исполнилось 70 лет, с тех пор, как Сарову присвоили статус города. Ведущие концерта, артисты Саровского драматического театра Анфиса Карманова и Дмитрий Зонов, рассказали горожанам о судьбе города. За свою историю он сменил несколько названий. КБ-11, Объект 550, База номер 112, Кремлев, Арзамас-75, Арзамас-16 и, наконец, Саров. Для горожан выступал Нижегородский губернский оркестр и народный хореографический коллектив. Артисты исполняли известные песни, а также песни, посвященные Сарову. Завершился концерт выступлением группы Сурганова и оркестр, а также певца Виктора Салтыкова. Талантливые ребята с активной жизненной позицией собрались в театральном сквере. День молодежи – это праздник, который объединяет молодое поколение, регионы, народы и семьи нашей страны. В этот раз он стал настоящим семейным праздником. Молодость – это, пожалуй, самый прекрасный, самый романтический период в жизни каждого человека. Это период, когда каждый из нас ставит перед собой самые смелые, самые амбициозные цели. Молодежь нашего города активно принимает участие в общественной, в культурной, в спортивной жизни нашего города. Молодых саровчан наградили за активное участие в социально значимых проектах города. Молодежь – это будущий ресурс страны, цемент, который связывает всю страну и формирует единое культурное пространство для разных народов. Хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы есть у города, у страны, за то, что вы дарите свою энергию, свои инициативы горожанам и делаете жизнь города радостнее, веселее. Перед зрителями выступили вокальный ансамбль школы-студии «Дива», а также школа танцев Анны Козловской. Организаторы уделили особенное внимание волонтерам, которые не жалеют своего времени для помощи другим. Это люди, которые свои силы, свое время, свою энергию, эмоции отдают других, для которых не существует ни чужой боли, ни чужой беды, которые готовы в любую секунду прийти на помощь тому, кому это потребуется. Среди прочих были награждены активисты Клуба молодых семей и Объединенных советов студентов, организаторы волонтерских сообществ, люди, оказывающие помощь детям с ограниченными возможностями, а также члены кинологических объединений и молодежных объединений студентов-медиков. Главное не бояться, главное знать, что ты хочешь в жизни, не откладывать все на последние моменты своего существования, как так можно сказать, просто жить здесь и сейчас, делать все то, что нужно, брать от жизни все и стремиться только вперед. Не слушать никого, не обращать ни какого внимания, ни на какие проблемные точки своей жизни. Быть активным, позитивным, принимать участие в различных мероприятиях. Номинантов выдвигали общественные молодежные объединения и организации. В последние годы все чаще стали награждать молодых людей, которые получали гранты на реализацию своего социального проекта. Например, от фонда президентских грантов. Таким образом, городская молодежь получает поддержку как на муниципальном, так и на федеральном уровне. Они все самородки, они все действительно активные ребята, которые в течение не только последнего года, а уже многих лет занимаются общественной деятельностью и в ущерб своему личному времени, в ущерб, может быть, учебы до какой-то степени или семье, они продвигают общественную инициативу. То есть они все достойны, они все хороши. Получить награду за активную жизненную позицию и вклад в развитие города может тот, кто молод сердцем и горит желанием сделать окружающий мир лучше. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю они несут службу и обеспечивают безопасность водителей и пешеходов. 3 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники госавтоинспекции. В торжественной обстановке начальник межмуниципального управления МВД России по ЗАТО Саров, полковник полиции Андрей Чернышев поздравил личный состав и отметил успехи отдела. Выполняем серьезные задачи по обеспечению безопасности дорожного движения, профилактике дорожного травматизма, в том числе детского дорожного травматизма, выявления и пресечения преступлений, административных правонарушений, охрану общественного порядка, обеспечиваем безопасность и охрану общественного порядка при проведении общественно важных мероприятий, спортивных мероприятий. Мы выполняем задачи по сопровождению специальных грузов на территорию Российской Федерации и неплохо выполняем свои задачи. Уровень преступности на территории города Саров стабильно в два с небольшим раза ниже, чем средний по Нижегородской области. Андрей Чернышев добавил, что каждый вносит свой вклад в улучшение охраны общественного порядка и криминогенной обстановки на территории города. На торжественном мероприятии кому-то присвоили звание лейтенанта, кого-то наградили благодарностями и почетными грамотами. На областном уровне отметили работу старшего инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения Елену Пантюхину. Два года назад я поступила на службу в отделку старшего инспектора безопасности дорожного движения, на должность старшего инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения. За это время я узнала не только свою должность, не только свои обязанности, но еще и другие. Еще больше стала уважать сотрудников полиции, потому что данная служба является одной из самых сложных. И условия службы тоже иногда бывают напряженные. Сам праздник относительно молодой. Он появился только в 2009 году. А служба была образована 88 лет назад, когда в Советском Союзе появилась первая государственная автомобильная инспекция. В день образования госавтоинспекции хочется поздравить сотрудников госавтоинспекции города Саров с праздником. Пожелать им успехов как карьерных, так и личных. Служба сложная, связана с разными ограничениями. Поэтому хотелось бы пожелать сотрудникам, их семьям терпения, удачи, чтобы каждого сотрудника ждали дома. Они домой возвращались и все у них было хорошо. Десять дней плодотворной работы, несколько разноплановых художников, десятки картин. Все это в Саровском пленэре 2024. В этом году он объединил мастеров живописи из Сарова, Нижнего Новгорода и Москвы. В финальный день работы пленэра в городской художественной галерее состоялась выставка, на которой участники представили гостям итоги своей работы и поделились впечатлениями. Общение очень интересное, все такие доброжелательные, все идут всегда навстречу, помогут. Очень понравилось. Оксана Городнова – педагог детской художественной школы Сарова. В этом году она впервые приняла участие в пленэре. Творческие дни оказались для художницы очень плодотворными, а общение с коллегами полезным и ценным. Мы постоянно спрашивали, то есть подходили, кто-то что-то там, какие-то советы давал, где-то посмотришь, кто как работает, потому что художники все разные, техника у всех разная. Я акварелист, вот Толя Стрелков все тоже акварелию пишет, остальные маслом, но все равно, то есть какой-то колорит, какие-то приемы. Конечно, это очень интересный опыт. Пригодится в работе с детьми. За 10 дней художники посетили и написали несколько мест в Сарове и за его пределами, в том числе Дивеево и Санаксарский монастырь. Первый раз я была в Санаксаре, то есть понравилось там, хотя у меня там не вид, а такой уголочек уютный нашла, но все равно понравилось. В Дивеево мы были на набережной, тоже очень красивый панорама, у меня тут две работы. Ну и наши саровские улочки, монастырская площадь, также вид Сарова. У меня есть осенний вид, теперь у меня есть летний вид. Большая часть написанных на пленэре работы останется в персональных коллекциях художников, но 28 полотен навсегда переданы в фонд городской художественной галереи и уже в ближайшее время станут выставляться в постоянных экспозициях. Эти работы будут участвовать в будущих выставках, эти художники будут возвращаться к нам сюда, в Саров, со своими персональными, большими, серьезными выставками, где мы с каждым познакомимся уже как с отдельным автором. Саровский пленэр стал местом встречи разноплановых художников. Здесь работали и мастера классической живописи, и импрессионисты, и декоративисты. Объединить разные стили письма и представить всем поле для творчества было сложной, но интересной задачей. Так было приятно смотреть, как работают наши художники-саровчане, как работают гости. Мы приглядывали за палитрами, смотрели, как они намешивают краску. Это огромная школа. По итогам работы художников в художественной галерее было представлено несколько десятков работ в разных жанрах, от панорамы до натюрморта. Следующий Саровский пленэр состоится через два года. На него также планируется пригласить мастеров живописи из Сарова и других городов. Уже сейчас организаторы задумываются над планом и программой творческих дней, потому что масштаб пленэра и продуктивность работы художников на нем должны только возрасти. Наверное, немногие слышали такое слово, как кроссбукинг. Говоря по-русски, это обмен прочитанными книгами. То есть, например, читатель может принести любую прочитанную им книгу и оставить в библиотеке. А взамен взять любую другую понравившуюся ему книгу и, например, ознакомиться с романами Фенемора Купера. Несколько лет назад в библиотеке Маяковского стоял стеллаж, где читатели могли обмениваться прочитанными книгами. Эта инициатива была известна посетителям под названием «Читатель дарит читателю». Этим летом библиотека вновь запустила эту акцию под новым именем «Книга – лучший подарок». Теперь горожане могут подарить вторую жизнь своим книгам из домашней библиотеки. Если они пылятся на полке и не востребованы, то почему бы не предложить их кому-то другому, кому они будут нужнее? Стеллаж для таких книг находится в фойе библиотеки. Желательно, чтобы это были книги в твердой обложке, в хорошем или в отличном состоянии, потому что согласитесь, что самим всегда приятно взять в руки хорошую книгу. Тем не менее, старые книги тоже востребованы. В библиотеке готовы принять и классику, необходимую для школьной программы, и детские книги, которые больше не переиздаются. Если книга понравилась, ее можно оставить в своей семейной библиотеке. В противном случае книгу всегда можно вернуть обратно и выбрать новую. И большая просьба, что если люди будут приносить, скажем так, много книг, не одну, две или пять, то желательно подходить на абонемент к библиотекарям и говорить, что принесли книги, потому что будем постепенно подкладывать на этот стеллажик, выставлять книги, смотреть, может быть, какие-то из подаренных книг возьмем себе в фонд библиотеки, если у нас необходимость в таких книгах. Планируется, что акция будет бессрочной. Пока что приносить книги на обмен можно как минимум до конца этого года. Более недели интенсивных занятий, репетиций и мастер-классов. В рамках открытой летней творческой школы маленьких пианистов участники ежедневно занимались по три часа за фортепианом вместе с руководителем проекта Александрой Большовой. В школе обучились 17 ребят в возрасте от 3 до 9 лет. Итогом плодотворной работы стал ряд концертов и финальный галоконцерт. Юные пианисты сыграли произведения, которые разучивали на занятиях на протяжении всех дней школы. На мастер-классах я научилась тому, что если долго играешь правильно, то тогда у тебя будет хорошее образование, и ты многому чему можешь добиться. Я сегодня выступаю с первым этюдом «Черни» и с хором «Охотников». На летней школе я научилась играть правильно и выполнять разные задания, чтобы играть хорошо. Немного трудностей было, но если разучивать все долго, то все получится. Очень сложно и очень, потому что надо каждый день ходить в школу, чтобы очень, очень, очень учиться хорошо на пятерку. Впервые в этом году в школе ребята учились концертмейстерскому мастерству. Каждый маленький пианист побыл на месте концертмейстера и сыграл в дуэте со старшими ребятами. Результатом такой экспериментальной работы был конкурс концертмейстерского мастерства. В каждой возрастной группе дети получили дипломы первой, второй и третьей степени. В летней школе участвовали музыканты из Сарова и других городов. В фортепианном мастерстве дети приобретают новый опыт. Это другой педагог все равно с ними занимается. И педагоги приобретают много нового, потому что это методика Ротоболевская, хоть и известная, но ввиду того, что у нас есть готовые учебные программы, из-за этого мы работаем в рамках их. Соответственно, творческий школа позволяет эти рамки расширить и работать больше и больше и больше, получать результаты. У нас уже первые выпускники этой творческой школы стали участниками новых ребён. Родители также были активно включены в работу летней творческой школы. Они вместе со своими детьми проходили этот непростой для юного пианиста путь. Присутствовали на репетициях, помогали и поддерживали, взаимодействовали с педагогами. За девять дней для всех участников проекта провели много и развлекательно-познавательных мероприятий. В этом году летняя творческая школа маленьких пианистов атомных городов прошла в Сарове во второй раз. На закрытии школы всем ребятам вручили сертификаты участника и подарки. Летний зной продолжает набирать обороты. В России уже установлен 31 температурный рекорд в разных городах. Саровчан Иль тоже встретил аномальной жарой. Из-за обширного антициклона днём температура достигает 33 градусов, а ночью 23. И сегодня мы узнаем у саровчан, как они справляются с жарой. Я стараюсь быть побольше дома, а если выхожу на улицу, то надеваю не тёплые вещи, лёгкие. Там шорты, топы, футболки. С водой наполняю бутылочку воды и прыску на себя. Вот так вот справляюсь. Ну, не знаю, ну просто иногда домой пить это заходим каждый раз. Ну мы всегда можем брать полотенце, воды и всё может другое до лета. Не знаю, привычка скорее. В прошлом году я ездил в Сочи, там примерно такой же климат был, поэтому для меня это уже скорее привычно. Ну, я в основном просто дома сидела. Иногда выхожу мороженое. Наверное, много пить воды и заниматься спортом регулярно. Вот. Ну и хорошо питаться, я думаю, тоже. Фрукты, орехи и так далее и так далее. Это очень комфортная для меня эта погода. А на работе у нас кондиционер, конечно. Для работы требуются более такие условия. Мороженое – это замечательно. Но нет, потому что, ну, работа – это работа. Жертвой резкого торможения стала пожилая пассажирка. В одной из маршруток города Саровчанка встала с места для подготовки к выходу из транспорта. Перед остановкой водитель рывком затормозил. Женщина упала на пол. После дорожно-транспортного происшествия пассажирка покинула автобус и спустя какое-то время, почувствовав боль, она обратилась в поликлинику, где после осмотра врачом она была госпитализирована. Падение пассажира – это также является одним из видов дорожно-транспортных происшествий. То есть, если пассажир, который находится в транспортном средстве, падает, ударяется в автомобиль в результате резкого торможения или ускорения, то, соответственно, необходимо оформлять его как ДТП. То есть, обращаться в ГИБДД. Если с пострадавшим, то нужно вызывать на место сотрудников, фиксировать телесные повреждения и, собственно, дальше соблюдать всю процедуру. Ни в коем случае не покидать место дорожно-транспортных происшествий. У дома 4 по проезду Ореховым у подросток без прав катался на скутере, не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии несовершеннолетний получил телесные повреждения. Врач его осмотрел и отпустил домой. На родителей данного несовершеннолетнего был составлен протокол по 5.35, соответственно, неисполнение родительными законами, представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Неделей ранее было 5 фактов наезда на стоящий транспорт. Участники ДТП скрылись с места аварии. По двум случаям найден виновник. 70-летний саровчанин с разницей в полчаса повредил два автомобиля. Одно столкновение случилось на проспекте Ленина, 41. Он двигался задним ходом, въехал в стоящий автомобиль, вышел, посмотрел, какие повреждения получил автомобиль, отъехал для того, чтобы написать свой номер телефона на бумажке и положить его под лобовой стекло. А когда вернулся, не нашел водителя. Второе авто пенсионер подбил на Курчатова 15 во время парковки. При осмотре повреждений виновник не обнаружил и уехал. Теперь мужчине светит лишение прав на срок от года до полутора лет или административный арест до 15 суток.